Эти сочинцы – солдаты, сержанты и офицеры запаса. Отправить повестку именно им решил военкомат. Претендентов определяли по имеющемуся военном комиссариате воинскому учету. Эти сборы недлительные. Улучшить качество своей подготовки резервисты должны за 10 дней. Да и отправляются они недалеко, в одну из военных частей Адлерского района. Они прошли медицинскую подготовку, прошли профотбор и так далее. То есть мероприятия те, которые положено пройти для того, чтобы попасть на эти сборы. То есть это серьезная, кропотливая работа. Сейчас порядка 14 человек удует на сборы. И еще столько же человек будут проведены занятия на базе отдела военнокомиссариата. От работ резервистов отозвали. За прохождение сборов каждый из них получит и компенсацию. Повестку, подчеркивают в военкомате, никто не проигнорировал. У клонистов не было. Вести себя иначе и возраст не позволяет, отмечают сами мужчины. Да и звание обязывают. И не важно, что армию большинство из них прошли 20 с лишним лет назад. Офицерские сборы, это престижно. Так должно быть. Я так считаю. Призыв этот плановый и его главная цель – совершенствование боевой выучки резервистов. Хотя организацию учений именно в это время многие связывают с общим напряжением в мире. Семья, конечно, отреагировала сначала осторожно, потом мне рассказал, что это ненадолго. Ну, я думаю, что все отнеслись с пониманием. Все-таки защита Отечества – это любая святая обязанность мужчины, что в России, что во всем мире. Кстати, на сборах запасники могут не только вспомнить свои армейские навыки, но и вернуться на гражданку с очередным званием. В воинской части каждый призывник займется своим делом, отмечают в комиссариате. К примеру, врач будет лечить, связист осваивает новую технику. Несмотря на то, что срок сборов и небольшой, провожали запасников по всем принятым здесь обычаям – напутствие от священника, живой оркестр и традиционное прощание славянки. В Сочи военные сборы граждан, пребывающих в запасе, последний раз проходили в 2013 году. Теперь такая подготовка россиян будет ежегодной. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.